Халяль Халяль Это марка, подтверждающая, что продукты выработаны в соответствии с мусульманскими традициями, не содержат компонентов, которые нельзя употреблять, не вредны для здоровья. Одними из самых востребованных халяльных направлений остаются продукты халяль. Впервые законно халяльная пища появилась в Москве в 80-х годах прошлого века в киоске Пресоборной мечети. Сегодня же халяльная продукция располагается на многих прилавках магазинов. Такой продукцией относятся те продукты, в которых не содержится мясо свинины, мясо хищных животных и птиц, или мясо животных, которые были забиты не по канонам ислама, а также в запрещенные ингредиенты, к запрещенным ингредиентам относятся алкоголь, содержащий сырье, или сырье, например, из каких-то насекомых, ядовитых растений или животных. То есть те ингредиенты, те добавки, которые не дозволены употреблять мусульманам. Сегодня и в Татарстане есть предприятия, которые производят и реализуют продукцию халяль. Салаты, полуфабрикаты, блюда из мяса птицы, говядины, баранины, рыбы и овощей, кондитерские мучные и хлебобулочные изделия. При магазинах халяля обычно запускаются производственные цеха, чтобы предоставлять покупателям только свежие продукты. Сотрудники в таких организациях проходят специализированные обучения основам шариатов. В исламе все постулаты халяля заложены в священные книги в Коране и в Сунии пророка Мухаммеда Садехи Вассальдом. Халяльное мясо весьма популярно среди потребителей, так как считается одним из наиболее безопасных продуктов. Изначально предполагается, что животное должно быть выращено на экологически чистом корме, без применения гормонов и других вредных добавок. Мясо поступает в продажу после особого забоя животных, также прописанного в священной мусульманской книге. В цехе обвалки проводится полный цикл разделки мяса, туда поступают туши животных, конина, баранина, говядина. Часть мяса поступает в торговый зал для реализации, другая часть используется для приготовления мучных и кулинарных изделий, а также полуфабрикатов, мантов, пельменей, вареников и хинкали. Ни в коем случае нельзя использовать оборудование, на котором производилась нехаляльная продукция, для производства халяльной продукции. Кроме этого, нельзя хранить рядом халяльную и другую продукцию, перевозить ее вместе, чтобы она соприкасалась. И также, например, ту же колбасу в магазинах нарицать необходимо на отдельном инвентаре. Продукция должна готовиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к халяльной продукции. Чтобы продукты не подделывали, на них ставится пометка «Халяль». Если предприятие получает свидетельство, то оно имеет право получить уже сертификат качества в республиканском центре теста «Тонстан». При выборе товаров «Халяль» стоит обратить внимание на то, чтобы имелось свидетельство. При желании каждый покупатель может запросить соответствующие документы для подтверждения. Как называется продукция, кто ее произвел, какая маркировка продукции. У нас очень известный знак соответствия «Халяль», который тоже зарегистрирован в Росстандарте. Я рекомендую обязательно смотреть, какая маркировка «Халяль» наносится на продукцию. Также можно изучать и состав продукции. Пометка «Халяль» встречается и на кондитерских изделиях. В данном случае она означает, что при приготовлении не использовался свиной жир и алкоголь. Специалисты ДУМ проверяют в соответствии мусульманским канонам каждый ингредиент товаров. Сыры также входят в перечень продуктов, производимых по канонам слама. При изготовлении сыров используется бактериальная закваска молочно-кислых микроорганизмов. Для мусульман «Халяль» это марка, подтверждающая, что эти продукты выработаны в соответствии с мусульманскими традициями, не содержат компонентов, которые нельзя употреблять в пищу мусульманину, и являются чистыми продуктами духовного происхождения. Предприятия, выпускающие «Халяль» на официальном уровне, сертифицируют свою продукцию и ставят на ней знак соответствия. Нам, потребителям, конечно, важно, чтобы продукция «Халяль» была в первую очередь дозволенной для мусульман, качественной и безопасной, и полезной для здоровья. Исламские традиции для жителей Татарстана. Магазин «Бахатли Халяль» предлагает покупателям ассортимент мясной, хлебной, кондитерской и кулинарной продукции сертифицированной комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ-РТ «Бахатли Тукая-64». Магазин «Бахатли Халяль» Магазин «Бахатли Халяль» Продолжение следует...